189 имён фронтовиков, выходцев из маленького черкесского аула Жако, навечно высечены на гранитном камне мемориального комплекса, который был торжественно открыт накануне Дня Победы. 116 из них погибли в годы войны, 73 вернулись с фронта победителями. Фатима Даурова ознакомилась со списком героев. Предпраздничный день в Жако выдался не менее торжественным и полным эмоцией. Аульчане несколько лет ждали этого момента. Открытие обновлённого мемориального комплекса, посвящённого участникам Великой Отечественной войны. На торжестве присутствовали члены правительства Карачаева-Черкесии, депутаты Народного собрания, представители общественных организаций и духовенства, гости и жители Хабетского района. С приветственными словами к присутствующим обратились спикер парламента Республики Александр Иванов и министр труда и социального развития Карачаева-Черкесии Руслан Шаков. Все эти люди, наши предки, отцы, деды, прадеды, которые прошли фронтовыми дорогами Великой Отечественной войны, защищая мир от фашизма, как никто другой достойный народной памяти. Они, их подвиги, живы, пока их помнят и чтут. Особенно это актуально сегодня, когда нацизм вновь поднял голову и начал, не стесняясь угрожать нашему государству с высоких трибун, нещадно переписывать страницы истории, умолять великие подвиги наших боевых ветеранов. Много лет назад этот памятник был открыт братьями, сёстрами, отцами и сыновьями тех героев, чьи имена написаны на нём. Судьба распорядилась так, что сегодня внуки и правнуки не только заново открывают его, но и показывают следующему поколению, что память не имеет человеческих и возрастных границ. Почётное право снять белое полотно с памятника было предоставлено Александру Иванову и выходцу из Аула Жако, представителю поколения детей войны, профессору Хангири Бакову. На памятной плите засверкали с золотом имена 189 фронтовиков, выковавших победу в числе миллионов других. Вечный огонь зажгли председатель совета старейшин Аула Жако Мухаммед Шибзухов и Аслан Баков, человек, кто непосредственно принимал участие в реконструкции мемориального комплекса. Это очень глубокие чувства, это так просто, конечно, не передать. Это каждый на моём месте так же сделал бы, я считаю так. Это святая обязанность каждого. В ходе мероприятия от имени главы республики Рашида Тимрезова прошло награждение именитого земляка, члена Союза писателей России Хангири Бакова в честь юбилейной даты – 80-летия. Впервые здесь не только погибшие означены гранити, но и участники войны. Если была бы моя воля, я бы здесь поставил рядом и вдов погибших. Они были на двух фронтах. Без мужей воспитывали детей и занимались непосильным хохозным трудом. За активное участие в строительстве памятника заслуженный строитель Карачаева-Черкесии Аслан Баков был удостоен почётной грамотой Комитета Совета Федерации и Федерального Собрания России по обороне и безопасности. Память погибших односельчан участники митинга почтили минутой молчания. И в считанные минуты подножие памятной стены было усеяно возложенными цветами в знак памяти и почтения. Бетонный сердечник, облицованный гранитным камнем, на котором запечатлены родные и знакомые имена и фамилии. Палец проходит по списку, а глаза выискивают именно того человека, с которым неразрывно связаны по крови. Вы живые знаете, мы стояли насмерть, чтобы жили вы. Вечный огонь – место силы и памяти. Силы, потому что языки негасимого пламени – это свет миллионов сердец, бившихся во имя жизни. Фатима Дурова, Мухаммеда Шибоков, Вести, Карачаева, Черкесия. Редактор субтитров А.Семкин